Приветствую, комрады! В Крыму наконец-то установилась летняя жара и отставной сантехник Миха улыбается вам своим обгоревшим на июньском солнце лицом. Как всегда, мы снимаем наше видео для портала обустроено.ком и наша сегодняшняя тема экономия воды. Как ее обеспечить минимально болезненно для своих домашних, для членов семьи? Переехав сюда, в Крым, с Дальнего Востока, я столкнулся с довольно неприятной местной особенностью. Оказалось, что вода, если в нее нагадить, очень сильно выигрывает в цене. Кубометр чистой питьевой воды стоит на данный момент около 40 рублей, а вот утилизация 4 кубометров стоков, их вывоз осенизационной машины, обходится уже в 2-2,5 тысячи. Разница, естественно, ощутимая. Поскольку у меня септик, первым делом после переезда и того, как я оценил обстановку, я начал бороться за экономию воды. Выяснилось, что человека, вернее людей, привыкших к централизованному водоснабжению, к централизованной канализации и к тому, что водосчетчиков на входе в квартиру не стоит, оплата идет по среднему, приучить к экономии воды практически безнадежная задача. Поэтому пришлось организовать домашнюю систему водоснабжения таким образом, чтобы вода экономилась, как в известном анекдоте, добровольно и с песней. Результаты таковы. Сейчас семья из трех человек, из меня жены и дочери, потребляет примерно 6 кубометров воды в месяц. Ну, для ориентировки санитарные нормы считаются 200 литров на человека в сутки, и, соответственно, согласно санитарным нормам, семья из трех человек должна расходовать в районе 18 кубометров. Как этого удалось добиться, я сейчас покажу и расскажу. Мера номер один. Расселирование подводок холодной и горячей воды. Под мойкой на кухне и под умывальником в ванной стоят краны, прямо перед подводками на смеситель, которые сейчас полуприкрыты. Они пропускают лишь небольшое количество воды. Зачем это нужно? Более наглядно будет показать на примере кухни. При мытье посуды и жена, и я, грешный, открываем воду просто по привычке вот так. До упора рычаг смесителя полностью вверх, и вода льется вот ровно настолько, сколько ее пройдет через кран. Драсселирование подводок ограничивает максимальный поток воды при полностью открытом смесителе. Вот такого напора, в частности, горячей воды более чем достаточно, чтобы комфортно помыть горячую посуду. Ну и еще одна вещь, которой мне не удалось обучить свою любимую супругу, это выключать воду, когда ей не пользуются. Ну, например, когда умываешься, чистишь зубы, намыливаешься и так далее, и так далее, и так далее. В этом случае тоже расход воды очень ощутимо уменьшается за счет того самого драсселирования. Бачок унитаза. Система двойного смыла, которая здесь стояла раньше, до замены вышедшей из строя арматуры, себя, прямо скажем, не оправдала. Почему? Потому что абсолютное большинство гостей и, ну, что греха то есть, и члены семьи тоже, пользовались ей точно так же, как обычной арматурой с одиночным сливом. Маленький объем слива из бачка практически не использовался. Проблема решилась простой регулировкой уровня воды в бачке. И сейчас покажу, как это сделать, если вы вдруг не сталкивались с современными комплектами арматуры. Вот так мы получаем доступ к внутренней степачке. И уровень воды можно отрегулировать, просто переставив поплавок на несколько делений на рейке, которая поднимает заливной клапан. Соответственно, уровень воды ограничен поплавком, ну, вот, не знаю, видно вам хорошо или нет, примерно на 10 сантиметров ниже уровня перелива. Соответственно, бачок набирается примерно на две трети, и при каждом сливе экономится довольно существенное количество воды. Если той воды, которая набрана в бачок, не хватило для полноценного смыва, если унитазе что-то неаппетитное осталось, нет проблем. Бачок до этого уровня набирается примерно за 20-25 секунд при нормальном давлении в водопроводе и чистом заливном клапане, и, соответственно, всегда можно смыть еще раз. Да, полезный момент. От расселирования. Смеситель в душевой кабинке не дорасселировался, и здесь полный напор воды. Просто потому что мыться все-таки удобнее с комфортом. И последнее. Вот это санузел на этаже, который изначально позиционировался как место для гостей. Здесь установлен проточный водонагреватель мощностью 3,5 киловатта. Не бойлер, подчеркиваю. Почему именно проточник? Именно потому что он вынуждает волей-неволей экономить воду. Причем без всякого насилия, без убеждений, без объявлений о том, что, товарищи, давайте будем экономить, потому что экономика должна быть экономной. Все очень просто. Во-первых, лейка у маломощных проточников выглядит вот таким образом. Сопла в лейке очень маленькие. Вот так выглядит работа душа при полном напоре. Сейчас попробую показать более наглядно. Как видите, струйки достаточно тоненькие. Кроме того, температура воды линейно зависит, вернее, обратно пропорционально зависит от того, насколько открыт кран. Хочешь мыться под горячей водой, уменьши напор. Опять же, никакого насилия. Опять же, как в том анекдоте, добровольно из песней. Вот, собственно, и все очень нехитрые, простые, понятные и доступные меры, которые помогают очень ощутимо экономить воду и, соответственно, разгрузить свой септик, свою выгребную яму и реже ввозить нечистоты. На этом я с вами прощаюсь. С вами был отставной сантехник Миха и до новых встреч.